Я думаю, что со мной согласятся абсолютно все, что очень сложно быть счастливым и бедным. Если вы считаете свой кошелек всего лишь удобным хранилищем для денег, то богатство в ближайшее время вам точно не грозит. Потому что деньги плывут и попадают только в те руки, а вот в какие руки не попадают. Мы сегодня об этом обязательно поговорим, так же, как и поговорим о том, что ожидают всех нас в 2018 году. Да, наверное, даже мы узнаем не то, что в какие руки попадают деньги, а в какие лапы попадут деньги, учитывая, что 2018 год, к которому уже начали готовиться все, кто имеет отношение к различным астрофэншуй прогнозам, следующий год это год собаки. Анна Велягорская сегодня у нас в гостях и целый спектр красивых золотых предметов. Мы уже чувствуем себя богатыми. Мы уже чувствуем себя богатыми. Доброе утро, Ань. Безумно счастливо видеть вас. Вы всегда богаты информацией, прежде всего, которые вы щедро делите с нашими телезрителями. Итак, 2018 год. С чего начнем? Начнем с кошельков? Начнем с карманов? С карманов? Или все-таки начнем с того, что нас ожидает в следующем году? Мне тоже очень приятно вас видеть. И вы знаете, так приятно ощущать себя человеком, который реально может помочь изменить энергию в 2018 году. Потому что 2018 год будет непростой год с точки зрения денег. И нужно уже сейчас, как я готовлю своих уважаемых слушателей, чтобы с октября месяца уже готовиться и энергию денег ее поднимать на высший уровень. Потому что я не зря сегодня пришла с таким арсеналом моих уважаемых тарисманчиков, символики. Даже вот сумочку свою принесла, потому что цвет богатства 2018 года это будет металл, это будет золото. Также не зря сегодня тоже вся в белом. Это белый цвет, это бронзовый, это золото. И поэтому этой информацией нужно воспользоваться грамотно, чтобы энергия 2018 года собаки развернуть в свою сторону. Как интересно. То есть нужно собаку, извини, пожалуйста, Аню, привлекать не косточкой, а холодом в 2018 году. Это абсолютно верно, да, потому что если рассмотреть астрологическую карту года, то мы не обнаружим там металла. И именно золото, да, нам помогает этот металл, вот эти деньги привлечь в свою жизнь для того, чтобы действительно задобрить собаку и всех ее союзников. А привлекаем мы ее благодаря всяким фишечкам? Да, обязательно. Да, это должна быть, например, кошелек. Уже сейчас, да, можно готовиться, покупать новый кошелек, но использовать его уже с февраля месяца. Поэтому мы сейчас, да, когда именно наступает год, очень многие кошельки, да, золотые, цвет богатства, особенно золото, серебро. Вот даже сейчас, да, если посмотреть вот новые тенденции в моде, вы обратите внимание, сейчас пайетки, золото, серебро, все вот оно поднимается вот на этот уровень, чтобы действительно вот привлечь это богатство в свою жизнь. То есть астрологи и мастера фэн-шуй, они работают и в индустрии моды для того, чтобы создать вот эту атмосферу счастья во всем мире. Да, да, счастье, богатство, ну, первую очередь. А может, пройдемся все-таки по каждому знаку зодиака хотя бы по чуть-чуть, для того, чтобы все наши телезрители смогли заглянуть в будущее благодаря вам, и что лучше делать, и о чем лучше опасаться. Кому запастись золотом в два раза? Вдвойне, да? Да, больше. Ну, смотрите, я хочу сказать, что 2018 год будет очень энергетичный год. Если 2017 год, у людей было очень мало энергии, они не понимали, что будет происходить, какая-то ситуация была непонятная, то девиз 2018 года – работайте много, думайте много, думайте масштабно, думайте о большем. И у всех знаков зодиака будет очень много энергетики. Вот будет прям, знаете, вот прям такой подъем. Как хорошо. И даже если немножечко будут ослаблены крысы, и начнем о плохом, да, о грустном, немножко будет ситуация, да, 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 у крыс немножко плохая, и у быков, но даже несмотря на вот эту ситуацию, то, что она будет энергии мало, вот 12 знаков, которые окружают, они эту энергию вот этим животным, они ее восполнят. И поэтому крысам немножечко не повезет. Нужно быть очень внимательным быкам, там тоже есть звезды, они очень такие вот правильные. И лошадки. Очень тяжелый год был у лошадей 2017. И они, у них настолько мало сил, да, и вот эта вот энергия, она у них будет нарастать. То есть год для них будет такой вот более испытание, да, вот после вот того, что они сделали в 2017 году, они будут вот как пытаться выйти из какой-то ситуации. То есть им нужно золотом себя обложить. Да, конкретно, причем металла должно быть очень много. Вот именно вот у крысы, у лошади, да, я советую. И я еще скажу, вот кроликам я бы посоветовала также, потому что у кроликов тоже такой год будет испытание, возможно, потеря репутации, возможно, кражи, ограбления, да, да, да. Да, поэтому надо быть внимательным, и вы знаете, я настолько в это верю, поэтому я каждый год предостерегаю. Не пугайте, тут в студии крови просто есть. Он не здесь. Вот, поэтому не переживайте. Знаете, ты защищен, значит, ты вооружен, значит, ты защищен. Поэтому не переживайте. Что касается овец, козочек. Да, смотрите. И остальных знаков зодиака, кому повезет, кому нет. А везунчики у нас будут драконы, змеи, ну и тигры. Я уже молчу про собаку, потому что это хозяйка года. Это год земляной собаки, причем это будут янские энергии, это очень сильная энергия, и никто не захочет уступать. Поэтому надо быть более мягче, более мудрее в 2018 году. И как я говорю, в 2018 году у нас не сила, да, впереди, а у нас мозги, голова, творчество вот-вот впереди. И поэтому необходимо, да, думать на 100 шагов вперед, перед тем, что-то сказать, какое-то действие сделать. Это очень важно. Также козы, обезьянки. Это же неплохой год, да, и поэтому в 2017 год их немножечко, вот эта коварная звезда 7, она немножечко и подпортила, да, немножко репутацию. Потом они будут восстанавливаться, у них будет небесная звезда, поддержка. Вот, поэтому я даже люблю, мне вот нравятся, я советую всем, на сумочке вот такие вот брелочки, да, в виде звездочки. Вот я очень люблю, как бы, и вот такое вот рекомендовать, чтобы носить с собой. Спасибо. И вот подбодрить вот эту звезду небесной поддержки, да, и что-то такое. То есть это козы и обезьяны. Да, обязательно. А может быть как-то отдельно о мужчинах и о женщинах или не делится никак? Конечно. Есть какие-то советы отдельно там? Да, да, да. Женскому полу и мужскому? Обязательно. Сектор патриарха – это северо-запад. Женщины сектор – это юго-запад. И в последние два года мужчины были немножечко неадекватные. Так, так, так. Заметила, как и запишем. Да, 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 было что-то вот… Да, мы еще не знаем, не понятно. Поэтому в этом году они на коне. Звезда успеха прилетела. Я хочу обрадовать мужчин, обрадовать свиней, собачек, потому что… В один ряд их в стих записали. Ну, это год, это сектор просто. Северо-западный сектор – это сектор собаки, свиней и еще и патриарха мужчины. И поэтому я хочу сказать, вот в центр прилетает пурпурная красавица, звезда, девятка. Она будет распространяться на все знаки. Сейчас мы поговорим, в чем нужно ходить предпочтительно. И в комбинации с мужчиной эта звезда дает десяточку, попадание в десяточку. Поэтому мужчин, вот за что они будут браться, у них все будет получаться. Он даже в рифму… И что у вас… Да. За что бы вы ни взяли, если у вас упало. Все будет получаться. Я вот все думаю, вот, допустим, такая вещь, как часы. Так. Да, золотые. И это спасет в следующем году? Ну, этого недостаточно. Нет, недостаточно. Нужно уши проколоть. Нос. Нет, знаешь, Сергей, мне очень многие приходят, например, в магазин, да, и говорят, ну, давайте мы у вас купим копеечку и посмотрим, как будет работать фэн-шуй. Я говорю, ну, вот копеечку вы заработаете. Знаете, так же самое я вот всегда говорю. Если, например, только какой-то аксессуар, ну, вот вы и посмотрите результат. Поэтому, когда после моих обучений в Малайзии, в Сингапуре, в Гонконге, я понимаю, насколько эти страны процветают, как там идет бизнес и как там все хорошо, я не стесняюсь носить сумку золотого цвета, там часы белые, да, брелочки, талисманчики. Это моя жизнь, которая изменила полностью все. Аня, школа фэн-шуй в Молдову вернется? Вы знаете, у меня сейчас только закончилась онлайн-школа, в которой у меня 55 учениц. Я их очень люблю, я их очень уважаю, каждая девочка особенно по-своему. И как бы в школу фэн-шуй в Молдове я, ну, тут онлайн обучение. Сейчас мы переходим на новый уровень. Потому что сейчас я в Москве, да, основной, вот здесь в Кишиневе у меня магазин, офис, все осталось, представительство. Также у меня в Москве и шоуруме, и магазин, и офис. Вот, поэтому онлайн, онлайн обучение. Это здорово, это экономит время. В общем, подводя итоги нашей сегодняшней беседы. Годы собаки, меньше всего стоит бояться собакам, потому что, в принципе, собакам... Собакам, а нам же и тиграм. Драконам, тиграм и обезьянам, да? Змеям. Обезьянам, змеям, козочкам. Необходимо запастись, подковаться золотыми подковками лошадям. Необходимо кроликам, даже не знаю, что предложить кроликам из золота. Что же предложить кроликам из золота? Золотые морковки? Нет, я вот, что я предлагаю, это портмане, это визитница, да, ну и обязательно золотая. Может быть, какая-то бронзовая, более мужская, если это кролик, да, мужчина. Я поняла, что дарить. Спрячьте в кошелек, даже если он будет черного цвета, спрячьте туда золотые доллары, золотые амулетики, да, чтобы никто от вас... Аня, осталось эфирного времени крайне мало. В чем ходить в 2018 году, в чем его встречать, и вообще, что мы еще упустили? В золоте. Не забывайте, что Новый год, это еще энергия 2017 года, да, поэтому, конечно, и 31 декабря это убывающая энергия, и поэтому я не рекомендую встречать в золоте, как сейчас у нас все будут покупать золотые платья, не надо ничего кричащего, надо что-то более спокойное. Я рекомендую коричневое, желтое, цвет земли, например, что вот было, да, у нас цвет богасо-красненький, можно элементы добавить, потому что сейчас у нас энергии темных сил, и очень хорошо носить красное, потому что бывает все. А уже с февраля, пожалуйста, золото, пурпурные цвета, белые цвета, это нюд, это у нас сейчас натурель, да, это вот пудровые оттенки, вот что я рекомендую носить в 2018 году. Мне огромное спасибо за такие дельные советы, очень здорово, мне кажется, мы самые первые об этом всем успели рассказать, да, поэтому мы вооружились очень полезной информацией благодаря нашей утренней гости Анне Лягурской. Да, мы благодарим ее и ждем, может быть, с какими-то еще советами уже в преддверии наступления. Будем довольствовать. Если вдруг появятся возможности, мы приедем Кишинев, мы вас будем очень ждать. Благодарю. Спасибо большое. Я хочу отметить даже для наших телезрителей, что, наверное, за долгое время даже операторы в нашей студии слушали нас с особым вниманием. Оживились. Оживились. Мы следуем далее, у нас короткая рекламная пауза, сейчас мы все это тут за кулисами обсудим и вернемся к вам снова. Доброго утра, оставайтесь на первом развлекательном. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.